Привет! На огромном складе компании «АвтоСтронг» 300 000 отличных б.у. запчастей, а на складе компании «МотоСтронг» десятки отличных мотоциклов по привлекательным ценам. Мы сами привозим их из Европы и продаём с полным пакетом документов. Ассортимент мотоциклов обновляется несколько раз в месяц. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Звоните и пишите в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на все вопросы, снимут видеоосмотр мотоциклов и решат вопрос с доставкой по СНГ. Что вы знаете об 1,4-литровом турбомоторе для автомобилей Opel и Chevrolet? Сейчас подробно всё расскажем об этом очень популярном моторе. Встречаем! Свой 1,4-литровый турбомотор компания GM представила в 2010 году. Этот двигатель сделан на основе чугунного блока цилиндров. В 16-клапанной ГБЦ присутствуют гидрокомпенсаторы. На каждом распредвале по фазовращателю привод ГРМ осуществляется роликовой цепью. А вот наддув осуществляется турбокомпрессором от компании Garrett. Двигатель 1,4-литровый турбомотор под обозначением A14NEL и A14NET устанавливали на автомобили Opel Corsa D, Meriva B, Astro J, Opel Cascada, Insignia Moco и Zafira Tourer. Аналогичные моторы под обозначением LUJ и LUV получили Chevrolet Avia, Cruze, Orlando и Tracker. Что можно сказать о надёжности этого двигателя? В большинстве случаев он не огорчает дорогостоящими поломками, но для этого его надо правильно обслуживать. То есть, правильно выбирать масло, следить за некоторыми его слабыми местами и заправлять проверенным бензином. В противном случае, если этот двигатель лишит щепетильного обращения и обслуживания, он может огорчить разрушением одного или нескольких поршней, что приведёт к дорогостоящему капремонту. Обо всём об этом мы сейчас подробно расскажем, поэтому приготовьтесь к долгому рассказу. На впускном коллекторе находится клапан адсорбера, в котором скапливаются пары бензина. Иногда этот клапан выходит из строя и остаётся постоянно открытым. В этом случае появляются ошибки по бедной топливо-воздушной смеси и вместе с этим все вытекающие симптомы. То есть повышенный расход топлива, повышенные топливные коррекции, также двигатель будет неровно работать и может даже тупить при разгоне. А в самых худших случаях двигатель может заглохнуть. И только один симптом явно указывает на то, что мотор тянет воздух из бака – это хлопок при откручивании заливной горловины бака. Этот клапан стоит всего лишь $25 и легко меняется, но перед заменой обязательно убедитесь в том, что все трубки, которые к нему подключены, герметичны и не пропускают воздух. Итак, познакомимся с системой вентиляции картера этого двигателя. Она здесь разветвлённая, потому что двигатель турбированный. Вообще, клапанная крышка сюда подходит от атмосферного мотора. В ней встроен мембранный клапан и маслоотделитель. Со стороны впускного коллектора в клапанной крышке есть выход, по которому картерные газы уходят во впуск и сразу же попадают в цилиндры. Они идут этим путём только в тех случаях, когда дроссельная заслонка открыта не полностью. Именно поэтому давление во впуске ниже атмосферного. Отсюда же в обход клапанной крышки тянется пластиковая гофрированная трубка. Она тянется до впускного тракта и входит в него перед холодной улиткой турбокомпрессора. При сильном надуве, когда давление после компрессора высокое, именно в этом месте создаётся разряжение, в которое можно подавать картерные газы. Переключением между этими двумя каналами выполняет простенький грибовидный клапан, который находится во впускном коллекторе в канале ввода картерных газов. А сейчас мы начнём нашу разборку и покажем вам этот клапан. Ну а разобрать этот небольшой турбированный мотор AGM нам сегодня поможет Дмитрий. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку. Этот клапан можно увидеть отсюда либо же вот отсюда. А когда клапан срывает, то оба круга циркуляции картерных газов остаются соединёнными друг с другом. Умельцы уже подобрали клапан взамен оригинального, потому что оригинальный отдельно не продаётся. Ну а в системе ВКГ двигателя 1.4 Turbo есть ещё три слабых места, о которых нужно знать и которые надо обслуживать. В случае растрескивания мембранного клапана газы с парами масла потоком проходят во впускной коллектор. Вместе с ними туда попадает и чистый воздух, который просачивается через отверстия в корпусе мембраны. Всасывание происходит именно потому, что давление во впуске ниже атмосферного. Воздух может всасываться и через вот эту трубку. Со временем она трескается. Ну а третий элемент, который вызывает проблемы – это обратный клапан, который находится в этой трубке. Дело в том, что он должен пропускать воздух только в одном направлении – в направлении к компрессору, но со временем он пропускает воздух в обратном направлении, то есть в направлении впускного коллектора. Если двигатель Opel 1.4 Turbo начинает неровно работать, жаловаться на бедную смесь, а топливные коррекции будут повышенными, то разберитесь с одним из этих трех элементов системы вентиляции картера. Вместе с этими симптомами появляется еще один – это расход масла, что неизбежно связано с появлением нагара на поршнях. Лопнувшая мембрана системы вентиляции картерных газов выдает себя шипением воздуха. В продаже есть много неоригинальных заменителей, потому что по оригиналу мембрана отдельно не продается. Обратный клапан перед турбиной стоит продуть – воздух должен всасываться и не поступать обратно. Постаревшая трубка выдает себя раскрашиванием в руках и заметными трещинами. По оригиналу трубка продается только вместе с клапаном. Цена этой детали – $80. При больших пробегах может появиться течь масла по корпусу теплообменника. Об этом можно узнать по пятнам масла под автомобилем, а также по запаху самого масла, которое испаряет вблизи расположенный выпускной коллектор. Также в ряде случаев теплообменник пропускает наружу антифриз. Внутри расположены две прокладки, заменив которые можно восстановить герметичность этого узла. Но очень важно собрать теплообменник правильно, а именно прикрутить его с правильным моментом затяжки винтов. Также снятие и установка теплообменника связаны с демонтажем трубок, подачей масла к турбокомпрессору и отвода охлаждающей жидкости. Также придется открутить приемную трубу выпускного коллектора. В этих соединениях придется поменять уплотнения. Еще обратите внимание на трубку подачи масла к картриджу турбины. Ее последняя версия закутана в термоэкран и имеет улучшенные уплотнения. Если трубка старая, то лучше ее заменить на вот такую новую. В общем, переуплотнение теплообменника занятие хлопотное и обязательно надо это делать по инструкции. В ряде случаев замена прокладок не помогает, течь может возобновиться снова, и тогда придется менять весь этот узел целиком. Оригинальный теплообменник с корпуса масляного фильтра стоит 300 долларов. Но есть заменители, которые в два раза дешевле. Иногда на двигателе Opel 1.4 Turbo помпа системы охлаждения издает посторонний свист. Обычно это происходит на прогретом моторе. В ряде случаев износ помпы выражается в том, что двигатель плохо охлаждается, хотя вентилятор и термостат работают исправно. Производительность помпы снижается из-за разрушения пластикового экрана за ее крыльчаткой. И, конечно, может появиться утечка из-под корпуса помпы. В среднем этот насос надо менять каждые 80 тысяч километров. Оригинал стоит 130 долларов, но есть хорошие заменители в два-три раза дешевле. Двигатель Opel 1.4 Turbo горячий, то есть термостат поддерживает температуру двигателя на уровне 110 градусов. Термостат управляемый и поддерживает такую температуру при низких нагрузках на двигатель. А когда нагрузка увеличивается, то ЭБУ снижает температуру до 92-95 градусов. Когда отзывчивость термостата снизится, то ЭБУ на экране компьютера периодически будет показывать сообщения о необходимости заехать на ТО. Также нередко по стыку термостата и корпуса помпы может возникнуть течь антифриза, которая устраняется заменой прокладки. Добавим, что некоторые умельцы понижают температуру термостатирования этого двигателя. Это можно сделать, подправив программу управлением двигателя термостата в частности. Но также есть варианты по доработке самого термостата. То есть можно удлинить его шток, чтобы его клапан открывался раньше. Иногда при работе двигателя 1.4 Turbo появляется свист или скрип, который хорошо слышен снаружи. Этот звук меняется при включении переднего или заднего хода на автомобилях с АКПП, либо же при начале движения на автомобилях с МКПП. Обычно поиски источника скрипа ни к чему не приводят. То есть все ролики, приводимые ремнем навесного оборудования, явно не шумят. На самом деле источником скрипа может быть передний сальник коленвала. Кроме как скрипом он себя никак не выдает. Передний сальник коленвала стоит недорого и меняется легко. С традиционной для двигателей Opel модульной катушкой зажигания случаются традиционные проблемы. Искра пробивает изоляторы свечей зажигания, а сам модуль ходит приличный срок. На этот случай инженеры компании GM выпустили ремкомплект, который состоит из изоляторов, пружин и резисторов. Стоит $80, а за $100 можно купить весь модуль в сборе от оригинального производителя. Весь модуль придется менять, если отломаются высоковольтные выводы. Это неприятность, не редкость. Выводы могут лопнуть при вытаскивании прикоревшего модуля. Двигатель Opel 1.4 Turbo часто потеет маслом по клапанной крышке. Это известное слабое место, которому надо уделять внимание. Как минимум придется поменять резиновую прокладку клапанной крышки, которая по оригиналу стоит $10. Знатоки советуют промазывать прокладку герметиком. Только делать это осторожно, чтобы его фрагменты не попали в ГБЦ, потому что оттуда они могут попасть в маслозаборник. Обратите внимание на вот эти два канала. По ним из картера газы попадают в маслоотделитель. Посмотрите, сколько здесь отложений. С цилиндропоршневой группой у этого двигателя беда. Поэтому неудивительно, что масляный налет здесь темный. Масло, скорее всего, менялось очень редко, но критического износа на кулачках распредвалов мы не наблюдаем. На передней части ГБЦ хорошо видны клапаны управления фазовращателями. Если клапаны перестают нормально отрабатывать, то фиксируются конкретные ошибки по некорректному расположению впускного или распредвала. К тому же машина совершенно перестает ехать. В ряде случаев клапаны можно снять и почистить. Но лучше, естественно, заменить неисправный клапан на новый. Новый по оригиналу стоит 65 долларов. Есть заменители, которые дешевле. Двигатель Opel 1.4 Turbo оснащен турбокомпрессором Garrett MGT14. В горячей улитке турбокомпрессора Garrett частенько появляется трещина от перепускного клапана к внешней части. Трещина появлялась в гарантийный период, а обнаружили ее, когда от турбокомпрессора откручивали приемную трубу глушителя. Трещина на поверхности не видна и фактически никак не влияет на работоспособность турбокомпрессора. Как правило, многие владельцы не спешат менять горячую часть турбины, пока газы не начнут прорываться наружу или не возникнут реальные проблемы с наддувом. Обычно этот турбокомпрессор раньше отправляется на переборку из-за износа вала или из-за выдавливания масла из картриджа, и тогда владелец уже отваживается на замену горячей части турбины. Этот турбокомпрессор оснащен двумя перепускными клапанами. Один клапан Westgate, который находится в горячей части турбины, пропускает отработавшие газы в обход крыльчатки. Второй клапан, который находится в холодной части турбины «байпас», перепускает воздух, когда дроссельная заслонка закрыта после разгона, например. Оба клапана управляются вакуумными соленоидными клапанами. Клапан, который управляет перепускной заслонкой горячей части, находится на самом турбокомпрессоре на входной трубке турбокомпрессора. А второй клапан, который управляет байпасом, находится под впускным коллектором и соединён с ним двумя короткими шлангами. От него к байпасу тянется длинная комбинированная трубка, которая проложена вдоль трубки большого круга вентиляции картера. Так вот, если ЭБУ начал жаловаться на проблемы с передувом, то надо тщательно проверить клапаны и их соединения. Лучше это делать вакуумным насосом. Все детали по умолчанию должны держать давление. То есть клапаны могут исправно щёлкать и проходить тест исполнителей, но по итогу пропускать приложенное к ним давление. Кстати, иногда при неисправности соленоидов клапанов фиксируются соответствующие ошибки. При замене надо правильно подключить пневмоклапаны, так как люди часто путаются в трёх трубках, соединённых с их штуцерами. Запомните, перпендикулярные штуцеры соединяются с управляемыми элементами, не со впускным трактом. Оба соленоидных клапанов абсолютно одинаковые, а оригинальные номера у них разные. Роликовая цепь ГРМ заимствована у старых атмосферных двигателей объёмом 1.2 и 1.4 литра, но здесь она служит гораздо меньше. Её грохот можно услышать при холодном запуске уже при пробеге в 150 000 км. И лучше не затягивать с заменой, потому что только тогда можно обойтись минимальным количеством деталей. Собственно, самой цепью, которая стоит 23 доллара, и натяжителем, которая стоит 35 долларов. А вот при пробеге в 200 000 км цепь может грохотать и на постоянной основе. ГБЦ этого двигателя служит хорошо, следов масложора мы здесь не видим и все клапаны целые. Напомним, что все моторы, которые мы разбираем, не прошли строжайший контроль качества от компании «АвтоСтронг». В данном случае та же ситуация. Сюда попала вода. Только что мы очистили цилиндры от ржавчины и хона под ржавчиной не обнаружили. Зато обнаружили следы масложора. Также двигатель Opel 1.4 Turbo запомнился разрушением поршневых перегородок, а именно перемычек между поршневыми кольцами. Эта проблема ярко проявилась в начале эксплуатации этого двигателя, т.е. в первые годы. Но поршни могли и могут разваливаться при совершенно разных пробегах, будь это пробег 50 000 км или 300 000 км. На этот счёт есть несколько мнений, почему так происходит. Во-первых, поршни слабоваты. У этого турбомотора приличная степень сжатия 9,5 к 1 и распределённый впрыск. А это значит, что он буквально ходит на грани детонаций. Т.е. проблемы с системой охлаждения и заправкой этого двигателя сомнительным топливом приводят к тому, что перегородки поршней осыпаются именно из-за детонаций. Поэтому радиаторы должны быть чистыми, помпа и термостат исправными и никаких течей антифриза не должно быть. Те же самые последствия вызывают неисправность системы вентиляции картера. Если она забрасывает камеры сгорания маслом, то детонация прикончит поршни. Обычно у этого мотора лопаются один-два поршня. Кстати, жор масла для двигателя 1.4 Turbo не свойственен, но если он начался, то и до поломки поршней осталось совсем недалеко. Обычно при откалывании перегородки в соответствующем цилиндре появляются пропуски зажигания. На панели приборов загорается сообщение о неисправности системы стабилизации, а затем чек-энжен и сильные вибрации. Если сразу же заглушить мотор и эвакуироваться на СТО, то велика вероятность того, что обломок поршня не задрал поверхность цилиндра и удастся обойтись малой кровью, т.е. заменой поршней и поршневых колец. Чугунные гильзы этого двигателя можно точить. Есть даже оригинальные поршни размером плюс полмиллиметра. Для этого двигателя, т.е. для двигателя 1.4 Turbo налажено производство кованых поршней. Эти поршни точно не развалятся, но есть сомнения в соответствии их геометрических размеров и теплового расширения. Т.е. эти поршни могут стучать на холодную юбку, и это, естественно, скажется на ресурсе цилиндропоршневой группы. Ну а теперь по состоянию. Один поршень из-за коррозии остался в блоке цилиндров. Представляю вам три поршня. На удивление, состояние всех пар трения хорошее. Шатунные и коренные вкладыши, как новый. Также коленвал в хорошем состоянии. О состоянии поршней мы из-за коррозии судить не можем. Но главное, что все перегородки между поршнями целые. Верхние коренные вкладыши тоже в отличном состоянии. Как будто бы этот мотор ремонтировали, но следов ремонта мы не нашли. Разборка закончена, и вот такой противоречивый мотор есть у Opel, который может преподнести неприятный сюрприз в любом месте. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, оставьте комментарий, поставьте лайк этому видео и поделитесь им в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».